Наши дети, они всегда дети. И они отстают в развитии, как и по физическим данным, по умственным способностям. Поэтому у нас нет таких ограничений. Всем детям нужны занятия. Наталья Кошеляевская – председатель организации «Крылья надежды» и многодетная мама. Ей хорошо знакомы проблемы детишек с ограниченными возможностями здоровья. Она – организатор фестиваля «Дети как дети», лауреат премии «Наша Подмосковья» и просто неравнодушный человек, благодаря которому уже несколько лет, два раза в неделю детишки плавают и занимаются лечебной физкультурой в бассейне «Сатурн» абсолютно бесплатно. Это было тяжело. Пять лет назад мы пытались это сделать силами спонсоров, находили спонсоров. Потом депутаты нам выделяли тоже какую-то сумму, деньги. А ФК тогда еще не было. То есть мы собирали только на бассейн. И постепенно мы начали работать с администрацией, что это очень необходимо. И это нужно заложить эту статью в бюджет, потому что бассейн есть, дети хотят плавать, а плавать не могут. И вот, к счастью, три года назад у нас все это получилось. Два года уже по субсидии все это проходит. И наши дети имеют возможность заниматься. Антону 12 лет. Мальчик занимается плаванием с четырех месяцев. Как известно, этот вид спорта благотворно влияет на развитие детишек с любой группой здоровья. В первое время у нас стояла очень большая очередь попасть в бассейн. Потихонечку процесс пошел. Мы спокойно стали посещать все желающие. Естественно, может быть, нам бы хотелось немножко больше времени, чтобы уделялось. Но, правда, это очень здорово. В том году, наверное, в наше время мой ребенок практически единственный, кто плавал. Плавающий пришел, поскольку я его давно научила. Сейчас плавают 50, либо 70 процентов из тех, кто ходит с нами. То есть это со временем видно. Дети учатся и правильно тренируются в воде. В Раменском городском округе уже много лет существует организация «Крылья надежды». Объединившись, родители детишек помогают друг другу, организовывают досуг, находят нужных специалистов. Не осталось в стороне и администрация округа. Начали проводить занятия, позволяющие детям с ограниченными возможностями все-таки больше социализироваться, больше заниматься спортом, развиваться. Мы смогли эту программу запустить. Главой были выделены субсидии. И сегодня дети имеют возможность, во-первых, проходить физическую подготовку, занятия ЛФК, а затем занятия в бассейне разного возраста, разные группы, исходя из физических возможностей. Поэтому сегодня мой приезд, мне просто хотелось действительно увидеть и посмотреть воочию, как ребята занимаются, насколько это востребовано. И вот сейчас уже, да, из общения с родителями, в принципе, мы обсудили, что даже за два года занятий дети дают определенный прогресс в развитии. Дети не просто занимаются спортом, они достигают успехов и определенных результатов. В настоящее время на базе бассейна «Сатурн» проходит всероссийская спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, огромную роль здесь играет подготовка и квалифицированные тренеры. Мы приближаемся к строительству нашего муниципального бассейна. И я думаю, что мы обязательно в нашей спортивной школе будем планировать действительно создание такой секции для детей с ограниченными возможностями. Здесь есть определенные сложности, потому что обычный инструктор, обычный тренер, к сожалению, не может работать, скажем так, но полноценно с детьми данной категории. Поэтому здесь нужно, конечно, дополнительное обучение, здесь нужна дополнительная специализация. Поэтому у нас есть время над этой проблемой действительно поработать. Тем более, что мы сейчас услышали, что есть желание заниматься и в секции футбола, и шахматы. Это сейчас такой востребованный вид, я бы сказала, спорта, потому что мы даже увидели и компьютерные шахматы, и настоящие, скажем так. В нашем комплексе есть большой опыт работы с Паралимпийским комитетом России. Вот сейчас у нас с 4 по 11 число идет Кубок России и Песа России по плаванию среди лиц поражения опорно-двигательного аппарата. Участвует порядка 450 человек, 43 региона. Мы уже не первый раз это проводим, и нам приятно. Ну, дальше мы, наш комплекс на 23 года планируют провести, нам доверяют, с пролетки от детей-инвалидов, с поражением опорно-двигательного аппарата по боче в июле, бадминтону, гол-болу, это спорт слепых, и легкой атлетикой, которая будет проходить на стадионе в городе Жуковском. Есть в декабре особая дата – День инвалидов. И это вовсе не праздник, а лишь напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями здоровья. Среди них много детей, и всем им требуется несколько больше внимания и заботы. Екатерина Фролова, Елена Цыганова, Сергей Григорьев, Егор Кабанов, Раменский медиа-центр, специальный репортаж.